Ничтожно властвуя землей, он сеял зло без наслаждения. Нигде искусству своему он не встречал сопротивления, и зло наскучило ему. Известное произведение «Демон» Михаила Юрьевича Лермонтова читает режиссер театра «Наш дом» на малой сцене Юрий Зайцев. Между строк он делится своими заметками с публикой. Признается, такая глубина эмоций, какая есть в произведениях у Лермонтова, большая находка для режиссера. Если рассматривать Лермонтова как, вот просто даже его сюжет, это очень сильная драматургия и сценарная, и так далее. И та степень любви и страсти, которую он задает, вообще, мне кажется, она свойственна только русскому человеку. И только мы можем это ощутить и сыграть. В этом году отмечает 210-летие со дня рождения великого поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. В честь этого события в театре «Наш дом» собрались почитатели его творчества. Вспоминали лучшие произведения классика, читали и стихи о войне. Сегодня эта тема вновь актуальна. Мероприятие проходило в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Это тоже история. Это тоже мы передаем как-то из рук в руки те знания, ту историю, которую прошли наши дела. И в то время воевали, и сейчас. Почему-то мы воюем, но, как говорится, такова жизнь. Значение Лермонтова для русской литературы переоценить сложно. Его стихотворение многие помнят со школьной скамьи. А вновь прикоснуться к творчеству великого поэта можно в театре «Наш дом». Весь сезон там будут показывать постановку по мотивам Лермонтовской пьесы «Маскарад». Сервер Бекмобетов, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.